Последнюю остановку большого путешествия длиной в 5000 километров по трём штатам делаем в столице Австралии, Канбери. В конце июня здесь холодно. Ночью 0,3, днём до 10 градусов. Как раз отличная погода для велосипедов. Столица славится своими велосипедными дорожками и одна из красивейших – это пробег вокруг озера Грифис. Это озеро искусственное, его заполнили водой, когда была спроектирована сама столица. Вокруг озера разбили множество парков, и вот в одном из них, где кенгуру со своим малышом наклонилась попить воды, проходит Флориада. Это очень известное мероприятие, когда в Канберу стекаются люди со всех штатов. Здесь буквально буйство цветов. Ну а пока её оккупировали вот эти прекрасные чёрные лебеди. Мы любим столицу за то, что, несмотря на свой статус и количество государственных учреждений, атмосфера здесь очень расслабленная, недавящая. Наши ощущения подтверждают даже скульптуры, выставленные на прекрасной новой набережной. Они призывают вас отпустить весь негатив и найти свою радость, выпустив слёзы через вот эти два граммофона. В 11 часов здесь запускают фонтан, и это ещё один источник радости, который вдохновляет радоваться каждому дню, который вам подарила жизнь. Слева от фонтана можно видеть аллею славы, где на солидных бетонных блоках представлены имена всех выдающихся людей за последние 65 лет. Эта аллея тянется до 2059 года. Столица также славится своими спортивными сооружениями, и каждый раз, проезжая через несколько месяцев, мы видим новые постройки. Ну а сейчас мы спускаемся к другому озеру, которое до недавнего времени было абсолютно сухим, благодаря Эль-Ниньо, феномену, который сделал засуху в Австралии на 7 долгих лет. А вот в течение Ланини за последние три года это озеро снова наполнилось водой. А ведь когда-то территория вокруг этого озера проектировалась как один из вариантов строительства столицы именно здесь. Но не сложилось и правильно, поскольку подпитки этому озеру ни из каких рек нет. И мы наблюдаем сейчас огромное количество ветряков, производящих экологически чистую энергию для столицы и ее окрестностей. А пока мы движемся по направлению к дому в Централ Кост, и следующий репортаж будет о нем.